глубоко прав ну да, вот, пожалуй, в 17-м году, когда грянова февральская революция ну что же, друзья мои, сегодня мы снова проведем нашу встречу продолжим нашу последнюю встречу, о которой мы говорили о постановке на американской сцене Шекспира Джоном Гилгудом вот, кстати, эта книга вот, да, много, конечно, собрано различных книг у меня театральных вот, в том числе, вот, конечно Джон Гилгуд режиссерские ремарки на сцене и за кулисами на сцене и за кулисами это у нас издательство «Искусство» Минградское отделение 69-й год ну, естественно, 19-й век, понятно шутка ну, практически 19-й, да Джон Гилгуд поэтому я предлагаю, конечно, посмотреть нашу предыдущую встречу вот, где творческая судьба Джона Гилгуда, одного из ведущих актеров, режиссеров английской сцены связанная, безусловно, с таким театром, как «Олд Вик», вот, всем известно он достаточно часто приезжал шекспировский мемориальный театр, вот приезжал тоже еще туда, в СССР в СССР приезжал, вот вот, так сказать, очень много интересного о постановке на американской сцене на американской сцене вот, он уже в двадцать шесть лет то есть в тридцатом году он играл, так сказать, короля Лир двадцать шесть лет именно в театре «Олд Вик» вообще, кто интересуется историей европейского театра то, конечно, вот эту книгу следует так спокойно спокойно о его учебе, например вот он в двадцатом-двадцать первом году ну, это, соответственно, ему, значит, было семнадцать-шестнадцать лет он учился в «Леди Бенсон» один год по очаровательной женщине, великолепного педагога вот, учился умеет в актерское мастерство набирался ну, конечно, также он был знаком с знаменитой Элен Терри вот, известной актрисой английского театра это, кстати, мать Крэга того самого Крэга, который приезжал к Станиславскому ну, вот здесь я так перебросил небольшой мостик Константин Сергеевичу вот, нашему всему сегодня я подумал, что, ну, кроме того, что мы, конечно, вот так сказать, вспомнили от Джона Гилбута потому что европейская сцена и русская сцена, конечно, взаимосвязаны и вот, я подумал, вот эта вот тоже чудесная книга видите, уже зачитанная достаточно Станиславский «Моя жизнь в искусстве» театральный мемуар издательство «Искусство» 1962 год Константин Сергеевич Станиславский орденоносец как раз перед смертью по-моему, в 37-м или 38-м году он получил народного артиста по-моему, или раньше даже он получил но он орден, в общем, получил получил орден вот ну, и вот знаменитая его книга которая является, собственно, настольной Библией для всех у нас ценители, любители театра профессионалов и любителей всех тех, кто просто интересуется жизнью театра вот он, конечно, гениальный был преобразователь сценического искусства напомню, что он родился в 1963 году в Москве практически всю жизнь он, собственно, прожил в Москве сначала в царской, так сказать, Москве вот, а потом в советской Москве и всегда был, собственно, влюблен в театр вот ну, эту книгу надо читать и в 20 лет то есть там можно и в 15, и в 20, и в 50 и в 100 лет можно читать и всегда что-то не соглашаться в чем-то с Константином Сергеевичем в чем-то соглашаться но, безусловно, выражать глубокое уважение в плане того, что та работа, которую провел Станиславский своим творчеством это, конечно, полная сосредоточенность всей духовной и физической природы художника и как актера, и как режиссер и, конечно, как человек потому что само по себе создание художественно общедоступного театра надо сказать, что это не было просто так что вот они вместе с Владимиром Ивановичем вот он, на заберем, Владимир Иванович наш Номирович Данченко человек, который, конечно, держал художественный театр потому что величайшей души Константин Сергеевич подчас испытывал различные, так сказать, внутренние переживания вот, эмоциональные порывы, спады вот, а Владимир Иванович, он, так сказать и, конечно, особенно вот в тяжелые революционные годы когда, прямо скажем, так сказать обстановка была не только на фронтах но и в самом Москве в такой культурной жизни вот, тоже тяжелые вот, фотографии здесь есть у меня очень хорошие я всегда это показываю по-моему, уже показывал, кстати это когда ставили на дне в 1902 году пьесу Максима Горького еще при жизни при жизни, кстати еще Чехов был жив в 1902 год вот, один из ведущих актеров художественного театра Загаров Александр Леонидович Загаров ну, на самом деле, вообще-то его, вот, я с ним писал фамилия Фон Месси Фессинг фон Фессинг ну, вот, у него тоже такая была фамилия он играл Клещ Клеща играл в 1902 году вот, вступил, кстати, один из первых вступил московский художественный, общедоступный театр потому что, вот, общедоступное, да, выбрасывают на самом деле, вот, с учетом того, что и у нас сейчас происходит в Российской Федерации очень сложные политические, такие гражданские дела тут и карантиноваться такое прежде всего думалось и о гражданской стороне развития публики вот, не просто так, вот, как сейчас у нас ну, прямо хочу сказать Константин Богомулов один из ведущих режиссеров нашей страны талантливый, безусловно, образованный режиссер хотя бы и критикует его но, конечно, когда он показывает свой новый спектакль насколько я знаю, он поставил сейчас братьев Карамазов он поставил на Рублевке там где-то, вот, так сказать для очень такой респектабельной и очень богатой публики ну, это, конечно, не является, собственно, фактом такой культурной жизни России по большому счету все-таки это какой-то такой, знаете, сложно описываемый факт искусства вот, а здесь как раз было задумано именно общедоступный для народа вот, клещ Александр Леонидович вступил все, так сказать в 98-м году он сам в 77-го года рождения а вступил в 98-м году то есть ему было вот, значит 21 год, да, 22 года где-то в 41-м году умер в ноябре в 64-м год ну, неизвестно у меня обстоятельства его смерти так сказать, почему он умер вот вот сейчас мы как раз коснемся такого очень сложного момента в жизни художественного общедоступного театра а именно вот 1917-й год напомню, что 23-го, понедельник, ноября этого месяца 2020-го года состоится разговор, лекция посвященная Великой Французской революции в библиотеке Ивана Николаевича Толстого от себя всех приглашаю я и в прошлый раз говорил вот и в этот раз приглашаю всех приходить, чтобы понять, что происходит ситуация, конечно, накаляется накаляется не только в Америке в связи с выборами, которые там проходили итак что же пишет Константин Сергеевич Станиславский вот в своей книге как я уже сказал «Моя жизнь в искусстве» это надо говорить толстая книжка толстая книжка вся зачитывая да, 1962-й год была издана в 1917-м году напомню вам, что в феврале произошла февральская революция в России да, государь Николай II отрекся от престола а за ним отрекся его брат Михаил Александрович и победила гражданская власть в лице временного правительства с одной стороны с другой стороны совет рабочих и солдатских депутатов который стал заседать Смольным вот временное правительство вскоре перешло в Зимний дворец старший президент но за февральской революцией грянула и Октябрьская революция ну, так, еще говорят, что это Октябрьский переворот был, в принципе, где-то правильно но с другой стороны почему бы не дать громкое название потому что я буду говорить об июньской революции в 1793-го года я тоже это якобинский такой был переворот в рамках великой французской революции но там было несколько переворотов когда жерандисты приходили к власти когда вот в июне 1793-го года к власти пришли уже революционно настроенные якобинцы у нас в октябре произошел переворот который можно назвать революцией потому что коренным образом изменилось отношение к собственности к таким важнейшим вопросам как земля свободы поэтому, в принципе, Октябрьская социалистическая революция имеет право хотя, так сказать скорее, чаще всего называют я сам, когда вел историю в школе так называли, конечно, переворот но это так, чтобы, знаете, принизить значение вот этого большевистского переворота это переворот произошел, собственно если это переворот был, то тогда можно сказать что когда к власти в июле пришло социалистическое правительство во главе с Керенским то фактически тоже можно сказать, что правительство князя Львова было буржуазным а правительство уже Александра Чудоровича Керенского практически было социалистическое а уж в сентябре так там вообще и остатки кадетов, так сказать уже выплыли из правительства и вот театр театр получает вот самую высокую миссию собственно, уже с февраля это началось что театр открывается для самых широких масс вот и, так сказать, публика хлынула уже совсем не так что, конечно, была даже до 14-го года хотя и тогда приходили там и крестьяне были и рабочие приходили но сейчас вот этот вот поднятый, так сказать, войной вот эта народная, так сказать, самая глубинка коренной, так сказать, народ глубинный народ, как здесь один, так сказать не очень, так сказать в общем-то, шибко образованный человек из Кремля назвал вот это самое то вот, так сказать, в театр вот потекли вот, так сказать, самые широкие массы народа вот, ну вот, например, была поставлена пьеса Андреева «Анатема» то есть там народ требовал что? хлеба хлеба вот у одного из героев этой пьесы а тот приходил в ужас, не чувствуя себя в силах несмотря на свою оборону, это один из богатых людей накормить миллионы людей так вот, собственно, Станиславский пишет и мы очутились в таком беспомощном состоянии при виде нахлынувшей в театр громады народа но сердце билось тревожно и радостным при сознании огромной по важности миссии, выпавшей на нашу долю ну, надо сказать, что да, вот общее настроение с февраля ну и в дальнейшем уже восемнадцатый, девятнадцатый год в театральной общественности это, конечно, было принятие большевиков не принятие большевиков но то, что театр открылся для самых широких масс хотя, конечно, не все арестеты приняли вот тот же вот, так сказать собственно, где-то и Николай Гумилёв, можно сказать он, так сказать, больше тяготел к такому эстетизму в большей степени но Блок, конечно, в своей поэме «12» тоже высказался по этому поводу но в основном все же было вот тревожно и радостно как пишет Станиславский но существует мнение, что для крестьянской массы надо играть непременно пьесы из их жизни приспособленные к их мировоззрению а для рабочих, значит, пьесы из их быта и круга Станиславский не соглашается, это неверно крестьянин, смотря пьесу из своего быта обыкновенно заявляет, что эта жизнь ему и дома надоела что он у нее достаточно смотрелся и что ему несравненно интереснее, как живут другие люди и видит более красивую жизнь первое время после революции публика в театре была смешанная богатые, бедные, интеллигентные, интеллигентные учителя, студенты, курсистки извозчики, дворники, мелкие служащие метельщики, шоферы, кондуктора, рабочие, горничные, военные раз или два в неделю мы играли свой обычный репертуар в огромном здании Солодовниковского театра притаскивая туда свою обстановку, декорации естественно, что обстановка спектакля рассчитана на интимный театр теряет в большом и неуютном помещении тем не менее, наши спектакли проходили при переполненном зале при напряженном внимании зрителя при гробовом молчании присутствующих и шумных авациях по окончании спектакля русский человек, как никто другой заражен страстью к зрелищам и чем более оно волнует и захватывает душу тем оно для него привлекательнее драма, где можно поплакать, пофилософствовать о жизни послушать умные слова простой русский зритель любит больше, чем разухабистый водевиль после которого уйдешь из театра с пустой душой ну, здесь, так сказать, все-таки Константин Сергеевич иногда по настроению иногда все-таки и водевиль и французская комедия положений тоже иногда бывает и, собственно, и вам самому это нравилось когда помоложе вы были потому что книга написана уже взрыва но продолжим, Константин Сергеевич, вашу, так сказать, книгу сущность пьес нашего репертуара бессознательно воспринималась новым зрителем правда, некоторые места почему-то не доходили не вызывали обычных откликов и смеха зала но зато другие совершенно неожиданно для нас принимались новой публикой ее смех подсказывал актеру скрытый под текстом комизм который почему-то ускользал от нас раньше это самое важное сколько не репетирую, сколько, так сказать, не проводить какие-то застольные беседы только разговор со зрителем имеется в виду разговор, так сказать, в смысле работы актера во время спектакля и реакция зрительного зала только тогда мы видим какие-то смыслы, которые, может быть, все-таки от нас ускользнули которые мы не совсем поняли, не разработали к сожалению, пишет дальше Константин Сергеевич закон массового восприятия сценических впечатлений еще не изучен а важность его для артистов несомненная так и остается неизвестным почему, например, в одном городе некоторые места пьесы принимаются всеми и на всех спектаклях а в других городах на эти же места не отзываются а смеются совсем в других местах и на этот раз мы не знали почему новый зритель не принимал известные места пьесы как можно было приспособиться для того, чтобы они дошли до его чувств это были интересные спектакли, научившие нас многому заставившие нас почувствовать совершенно новую атмосферу зала мы понимали, что люди пришли в театр не для того, чтобы забавляться а чтобы поучаться я вспоминаю при этом моего друга крестьянина который раз в год приезжал в Москву со специальной целью просмотреть репертуар нашего театра он обыкновенно остановился у сестры вынимал из своего узелка желтую шелковую рубаху которая от времени стала ему узка и коротка надевал новые сапоги бархатные шаровары обливал голову маслом прилизывал свои волосы и приходил ко мне обедать тут он не мог скрыть улыбки радости когда ступал по чистому паркетному полу когда с благоговением садился за чистый, хорошо сервированный обеденный стол он повязывал шею чистой салфеткой брал в руки серебряную ложку и священодействовал за обеденный трапез с еще большей нескрываемой радостью он расспрашивал после обеда о наших театральных новостях потом шел наш театр на мое режиссерское кресло смотря спектакль он то краснел то бледнел от восторга и волнения а по кончанию не мог спать и принужден был часами ходить по улицам чтобы разобраться в воспринятых впечатлениях и как бы разложить свои мысли и чувства по полкам вот прекрасно а сейчас вот если человек конечно после спектакля вот так мчится в гардероб сломя голову а потом быстро бежит сесть в метро на какой-то там вагон автобус трамвай это как вот съесть какой-то изысканной очень небольшое количество пищи какой-то вот еды какой-то очень изысканной а потом взять и наесть знаете такой полную тарелку картошки полить ее подсолнечным маслом посолить там с луком и съесть ну и что какое-то очень важно конечно вот этот момент прочувствование того ощущение тех чувств которые случились во время просмотра там балета оперы ну или драматического спектакля о кино пока не будем говорить это все-таки это как бы и неискусно ну конечно это так подмолил критическое возражение по возвращении домой он разговаривал с моей сестрой которая поджидала его помогала ему в непривычной для него умственной работе просмотрев весь наш репертуар он снова до будущего года складывал свою шелковую рубаху, шаровары, новые сапоги завязывал их в узел облачался в свое деревенское рабочее платье и на целый год возвращался домой откуда писал многочисленные философские письма которые помогали ему продолжать жить запасом впечатлений привезенных из Москвы я думаю немало такого рода зрителей явилось в театре мы чувствовали их присутствие и свою артистическую обязанность перед ними да, думал я тогда наше искусство недолговечное но зато оно самое неотразимое из всех искусств для современников какая сила его воздействие создается не одним человеком а одновременно целой группой лиц актеров, художников, режиссеров, музыкантов не одним искусством а одновременно многими самыми разнообразными драмой, музыкой, живопись декламацией, танцами при этом театральное воздействие воспринимается не одним человеком а одновременно целой толпой людей здесь бы я сказал не толпой, а залом зрительным залом от чего развивается общее массовое чувство обостряющие моменты восприятия вот это коллективность то есть совместное творчество не одного, а многих творцов это собирательность то есть воздействие не одного, а многих искусств сразу это общность восприятия показали на описываемых спектаклях всю силу своего воздействия на нового не испорченного, доверчивого неблазированного с французского неприсыщенного сноск но, президент Сергеевич прекрасно говорил по-французски зрители эта сила сценической власти над зрителем особенно рельефно сказалась в одном памятном для меня спектакле он был дан чуть ли не накануне Октябрьской революции в этот вечер к Кремлю стягивались войска напомню, что в Москве произошли несколько другие события при перевороте в Октябрьской революции если в Петрограде достаточно это прошло стремительно, так скажем хотя и жертвами, безусловно то в Москве Московский совет рабочих сладких депутатов сначала, как известно вроде бы декларировал власть и захватил центр власти Кремль но затем честные русские люди преданные России прежде всего государства уже не было они сумели вновь взять под свой контроль центр города но после боев произошедших в Москве боев с участием артиллерии кстати Московский совет вновь взял всю власть в свои руки и вот как раз незадолго, накануне Октябрьской революции в Кремле когда туда стягивались войска делались какие-то таинственные приготовления но с точки зрения Констана Сергеевича это глубоко, честный, порядочный мирный человек какие таинственные подтягивали вооруженные силы и те и другие напротив в других местах улицы совершенно пустели фонари были потушены сняты полицейские посты как только начинается гражданская заметня то сразу же и полиция и милиция тут особого упрека тоже нельзя делать то что полицейские части рассчитаны на борьбу с преступностью а когда начинаются гражданские столкновения я об этом буду говорить еще на лекции по французской революции понимаете полицейский участок он обладает ограниченным количеством в общем он не рассчитан на тело движения войскового операций с участием артиллерии тем более пулеметов а в Солодовниковском театре тем временем они собирались смотреть Вишневый сад почти около тысячи зрителей подошло в котором изображается жизнь как раз тех людей против которых готовилось восстание надо сказать что это за те люди как мы помним Вишневый сад это прекрасная поэтическая такая комедия конечно назвал автор вот но с другой стороны все таки здесь Чехова может поспорить потому что это конечно поэтическая такая нотка когда мы так сказать вспоминаем Враньевское вот Петя вот этот вечный студент да очень трогательный спектакль но конечно это 1900 вот начало вот этого века 904 год а это уже 917 год вот три года идет война общеевропейская вот и конечно все вот это дворянство оно уже так сказать где они тут уже все все они уже их разбросало жизнь и вот идет Вишневый сад зал на этот раз переполненный почти исключительно простой публикой гудел от возбуждения настроение по обе стороны рампы было тревожное мы актеры загримированные в ожидании начала спектакля стояли у занавеса и прислушивались гулу толпы в сгущенной атмосфере театрального зала не доиграть нам спектакля говорили мы нас прогонят со сцены вообще конечно представьте центр Москвы так сказать вот-вот начнутся бои в районе Кремля в районе Арбат вот это все садовое кольцо туда подтягивается и пулеметная часть и артиллерия энергично настроенный актив со стороны такого не только большевистского но вот совета московского совета с другой стороны значит юнкера студенчество офицерство которое готово отстаивать истинно русские интересы так сказать в хорошем плане хотя сейчас мы не будем вдаваться но так сказать вот эти две силы вот-вот столкнуться а понимаете жизнь-то продолжается и театр так сказать все равно наравне со всей этой жизнью тоже входит в будущее когда раздвинулся занавес наши сердца забились в ожидании возможного экстесса но чеховский ревиза антон павлович антон павлович это слава богу вот он не дожил все-таки до семнадцатого года потому что это это не его время это не его время вот сейчас кстати умер умер Михаил Жванецкий и вот я когда вот узнал о его смерти я подумал вот он несколько лет выступал дежурным по стране в общем очень слабый и глупой передачи которые больного старого человека вытягивали он должен был что-то говорить комментировать но это не его было время он когда выходил своим портфельчиком он был из другого времени а корыстные люди пытались ну как знаете на авторитете на славе как вот человек уже ушедший в общем то ну и вот он умер вот он умер так сказать и в общем по большому счету что эти люди уходят потому что время их кончилось время их кончилось чеховский лиризм красота русской поэзии в изображении умирающей русской усадьбы добавлю дворянство того самого дворянства девятнадцатого девятнадцатого двадцатого которое безусловно очень собственно много дало русской культуре и создало эту в общем культуру но с другой стороны время заканчивалось время заканчивалось время заканчивалось и вот казалось бы вот все это не своевременно для переживаемого сейчас момента когда сталкиваются такие классовые противоречия вооруженные вот и тем не менее даже в этой обстановке вот театр оказывал свое действие это был один из самых удачных спектаклей по вниманию к нему зрителей казалось что они хотели передохнуть в атмосфере поэзии проститься навсегда со старой требующей очистительных жертв жизни очень глубокие слова спектакль закончился сильнейшей овацией и из театра зрители выходили молча и кто знает быть может среди них были те кто сейчас после спектакля уже шел готовиться к бою заряжал винтовку ленту в пулемет а может даже и погиб через какое-то время вскоре началась в Москве стрельба пушечные выстрелы и укрываясь от которых мы с трудом пробирались по домам после спектакля грянула Октябрьская революция напомню что был организован советом народных комиссаров там был организован такой совет супруга Памандреева была назначена главой этого совета по театральным действиям и все спектакли были объявлены бесплатными значит деньги какие-то переводились наверное через бюджет может быть а распределялись среди заводов профессиональных комитетов правкомов вот но я думаю что-то кое-что и продавали но по крайней мере билеты продолжение полутора лет не продавались а рассылались по учреждениям и фабрикам и мы встретились лицом к лицу сразу по выходе декрета совершенно новыми для нас зайти из которых из которых многие быть может большинство не знали не только нашего но и вообще никакого театра это вот еще раз еще раз я хочу сказать что если и раньше конечно приходили вот там христианин приходил там и рабочие приходили то сейчас конечно когда бесплатные стали распределять билеты на заводах на фабриках на предприятиях каких-то там то конечно приходили люди которые в общем раньше просто не ходили но они искренне эмоционально всегда было интересно хотя конечно публика и курили и ели и выпивали наверное и выкрики какие-то были но это была живая публика конечно совершенно не та что сейчас у Богомолова там в лакшери какой-то улик там есть ДК так сказать для миллионеров вот значит на рублевке там где-то вот конечно а что ждать от публики пришедшей в ДК на лакшери ну что ну что они могут ну так сказать что эти люди могут России сказать когда они должны просто дознавателю объяснять там какие-то свои автобиографические моменты а это публика как раз народ хотя конечно народ знаете он не прост народ тоже знаете хитероковарен так сказать народ он тоже знает вот и вот это вот смешанная публика среди которой конечно была интеллигенция вот но это была совершенно новая аудитория вот которой вот Константин Сергеевич честно пишет мы даже не знали как подступиться и она где-то не знала как подойти к нам и как жить с нами вместе в театре конечно в первое время режим атмосферы театра сразу изменилась пришлось начать с самого начала учить первобытного в отношении искусства зрителя сидеть тихо хотя бы это не в том плане что Константин Сергеевич как-то унижает и обижает и оскорбляет что первобытный ну действительно человек вот я водил помню достаточно часто когда еще работал в школе там водили школьников в театр так сказать экскурсии на какие-то ну конечно да вот необходимо было так сказать чтобы они обучались какой-то воспитанности например в ЧУС мы ходили значит наш в Брянцево потом в музее вот я вспоминаю сейчас тоже музей зимний дворец эрмитаж конечно молодежи хочется и повозиться побегать там как-то толкнуться так сказать но это вот и есть воспитание реальное воспитание как педагог так вот надо воспитывать и вот здесь тоже пишут во-первых сидеть тихо хотя бы не разговаривать садиться вовремя не курить да в общем-то эти люди смотрели ну в какой-то степени обстановка конечно напоминает наверное так сказать мы вспомним конечно вот театр глобус Шекспиревский ну правда это у нас так сказать шестнадцатый семнадцатый век ну так сказать было когда публика так сказать ну тогда они стояли там именитые то они сидели на галерее так сказать а вот те кто простые там пришли там типа за два пенсия вот и там шныряют продают там типа чипсы так сказать вот конечно там и писали там и курили там и ругались и дрались так сказать но смотрели за действием реагировали на это действие вот выкриками так сказать а подчастой там были очень высокие сановники королевские а то и сама королева иногда смотрела спектакли как известно да семечки тогда шли просто на ура но собственно и другие закуски вы знаете да закусывали а если закусывали то естественно мы понимаем выпивали да просто снимать шляпу даже первое время было трудно и дважды или трижды доходило до того что я по окончании акта настроение которого сорвала присутствующая толпа еще не воспитавшихся зрителей принужден был отдергивать занавес и обращаться к присутствующим с воззванием от имени артистов поставленным безысходное положение однажды я не мог сдержать себя и говорил более резко чем следовало это интеллигентнейший воспитаннейший Константин Сергеевич сложно было все таки надо сказать что во многом Константин Сергеевич был рафинированный интеллигентный образованный русский человек по-моему уже какое третье поколение ну во первых очень богатых людей воспитанных образованных и конечно глубоко моральных морально-этические высоты Константин Сергеевич для нашего современного театра до сих пор остаются непререкаемы просто высотами гималая нажимал окна так вот даже он иногда говорил более резко чем следовало бы но толпа молчала и очень внимательно слушала потому что чувствует всегда вот народ всегда чувствует искренность искренность когда человек пользуешься авторитетом то ли это театральный деятель то ли политический деятель когда он говорит искренне и когда он врет простому говоря просто врет даже не лжево а просто врет у нас собственно после этих июльских 1 июля это самое голосование было на пеньках там все тоже в Беларуси творится а хабаровск и кстати что интересно вот сейчас вот уже прошло почти скоро полгода пройдет с момента вот этих пеньков там хабаровска а что-то драматурги так сказать наши продвинутые либерально мыслящие свободно мыслящие что-то как-то вот ничего не написали такого вот который бы сейчас можно было бы так сказать можно сказать поставить ну опасно опасно могут и лишить и театра во всяком случае это жизнь сама все равно требует и вот значит Констант Сергеевич вспоминает что вот это его слушали там очень внимательно молча вот вот ну вот он по сей по сей время не может дать себе отчеты каким образом эти две или три аудитории зрителей сообщили о случившемся всем остальным зрителям ну расходится молва конечно расходится в газетах об этом не писалось декретов по этому поводу не издавалось почему же после этих случаев почти сразу произошло полное преображение знак вопроса новые новые зрители за четверть часа сидели на местах перестали курить не щелкали орехов и не лузгали семечек не носили закусок а когда я незанятый спектакль проходил по коридорам театра наполненным новыми зрителями шустрые мальчишки швыряли по всем углам предупреждая он идет он идет он идет очевидно тот который разговаривал с ними со сцены и все поспешно снимали свои шляпы повинуясь обычаям дома искусства которое являлось здесь главным хозяином за время войны революции через наш театр прошло огромное количество народа самого разнообразного всех народностей и губерний России подается фронт на западе Москва наполняется беженцами которые спешат искать утешение в театре новая аудитория приносит свои привычки дурные хорошие свойства приходится приучать прибывших к порядкам театра не успеешь этого сделать как уже новый поток беженцев приехал в Москву с севера потом с юга и с Крым с востока и с Сибири с Кавказом и все они проходили в двери театра и вновь навсегда уходили из него но уходили уже конечно имевшие в душе все переживания уже какое-то местечко где в дальнейшем они уже были другие лучшие с наступлением революции прошло через театр много слоев населения был период военных депутатов сижавшихся со всех концов России но добавим все-таки советской России потом молодежи и наконец рабочих и вообще зрителей еще не приобщившегося к культуре о котором я только что упоминал этот зритель оказался чрезвычайно театральным он приходил в театр мимоходом не мимоходом а с трепетом и ожиданием чего-то важного невиданного он относился к актеру с каким-то трогательным чувством к сожалению к этому времени на поверхности искусства появилось большое количество артистических подонков именовавшихся как и мы артистами толпы лиц не имеющих никакого отношения к нашему делу грубо эксплуатировали театр присасываясь к выгодным халтурным выступлениям перед доверчивым зрителям заинтересовавшимся искусством пришельцы скомпрометировали и нас служители искусства это немало повредило создавшиеся теплые связи между артистом и широкой демократической публикой правда и среди нас артистов нашлись такие которые были далеко не на высоте в этот важный для театра исторический момент момент встречи его с многомиллионным новым зрителем как здесь не показать эту вот знаменитую фотографию 1923 года 1923 года лето и вот фотограф попросил их так сказать замереть посмотреть в объектив и вот они так сказать 1923 год лето и вот следующая глава которую я хочу сегодня начать здесь есть несколько полторы страницы она называется катастрофа то есть если 17-й год завершился начался 18-й год очень трудный год ужасный год грозный год вот то вот к 19-му году к июню месяцу группа артистов московского художественного театра с Ольгой Книппер вдова Антона Павловича с Владимиром Ивановичем Качаловым во главе выехал на гастроли Харьков месяц спустя было настигнуто и отрезано от Москвы наступлением Деникина вот очутившись по другую сторону фронта наши товарищи не могли уже вернуться к нам большинство из них были семьями другие физически они в состоянии были предпринять непосильно трудного и опасного перехода через фронт вот один из актеров Николай Подгорный решился на это выполняя данное нам перед отъездом слова вернуться во что бы то ни стало он поистине геройски прошел через несколько фронтов подвергаясь обстрелу неоднократно рискует жизнью наконец добрался до Москвы ну надо сказать что есть воспоминания и самого Василия Ивановича Качалова во первых вот потом воспоминания его сына Вадима Вадима Барташевич Вадим Барташевич есть воспоминания его сына вот который вступил кстати в Белуару Добровичскваров когда они оказались в Харькове они как раз в Харькове играли Чехова Чехова они играли вот сейчас я не помню по-моему они играли то ли Вишневый сад то ли они играли Три сестры и как раз в белой части вошли во время спектакля и они во время антракта вдруг увидели что по улицам идут уже солдаты в погонах то есть они поняли что вот и они так сказать затем проехали в Европу там целое приключение было но благодаря во многом Владимиру Ивановичу Данченко и Анатолию Васильевичу Луначарскому все-таки советское правительство дало разрешение потом они вернулись таким образом трупы московского художественного общедоступного театра в течение многих лет был расколот пополам они гастролировали вот эту часть группы гастролировал по Европе с брендом московский художественный театр вот и вот Станиславский пишет мы представляем себе подобие театра который только делал вид что продолжал существовать на самом деле у нас не было трупы а осталось лишь несколько хороших артистов и подающие надежды зеленые молодежи ученики но надо сказать что это тоже почему они выехали летом в июне 19-го года ну потому что ситуация с проживанием с обеспечением собственно говоря жизненных каких-то возможностей была просто уже край полблуглугл поэтому решили поехать так сказать почему поехали на юг ну потому что если поехали на север то там с деньгами было бы совсем у публики плохо поэтому поехали все-таки на юг но учитывая что наступление так сказать вот Деникинская армия как раз вела на так сказать Харьков Орел Тулу на Москву то вот они так сказать попали в зону пространства где контролировалась вооруженными силами юга России первое время московская полная труппы старалась держаться без посторонней помощи так как наши зарубежные товарищи принуждены были немедленно пополниться теми кто как и они случайно оказались отрезанными от родины на их счастье за рубежом были некоторые из прежних учеников нашего театра которые вступили в их состав в первую же очередь остальные из пополнивших заграничную труппу не имели никакого отношения к нашему театру между тем создавшаяся таким образом заграничная труппа носила марку московского художественного театра но надо сказать что их гастроли в Европе конечно проходили с огромным успехом положение московской половины художественного театра было не менее трудное вот он вспоминает Мария Лилина но это супруга Константин Сергеевич Станиславский Раевской Кореневой Москвину Леонидову Грибунину Лужскому Вишневскому Подгорному Бурджалову мне и другим приходилось играть с молодыми артистами только начинающими учиться ступать по сцене или с сотрудниками которые не готовились в большом положении в театре ослужили из преданности ну фактически любители театра можно ли при таком соединении добиться слаженности общего тона художественного единства стройности ансамбля а между тем точно назло катастрофа в нашем театре произошла как раз тот момент когда на нас в силу многих обстоятельств о которых нет места говорить в этой книге ополчились наши заклятые давнишние враги почуяв расстройство в наших рядах они удесятеряли силу своего натиска и соорганизовали многочисленную армию все это происходило как раз в то время когда положение артистов идейно преданных искусствам было особенно трудно несмотря на помощь со стороны правительства ну на помощь это конечно прежде всего конечно роль Анатолия Васильевича Луначарского который собственно говоря сумел спаси то есть можно себе представить что часть труппы выехала в сторону надвигающейся контрреволюции ну со стороны большевиков так сказать они считали так сказать оказалась на их в общем-то территории но по большому счету по большому счету поезда ходили конечно и в общем они не представляют какой-то вооруженной силы и конечно если прямо так вот трупа Василия Ивановича Качалова ну он конечно был как бы там лидер вот ну захотела бы выехать в общем там можно было найти какие-то способы но на самом деле а куда выезжать в голодную Москву вот причем вот сейчас вот как раз Констант Сергеевич пишет о том что давнишние заклятые враги ну здесь надо сказать что гениальнейший режиссер Всеволод Имирич Мюрхольф конечно гениальнейший он так сказать принял на себя пост ну такой им самим как бы немножко придуманный председателя театрального октября да то есть старый театр был объявлен контрреволюционным и главным так сказать его апологетом его так сказать бастионом был объявлен московский художественный театр вот да ну это конечно такие знаете так сказать театральные но вы знаете в той ситуации в той ситуации в общем-то особенно чрезвычайная комиссия бы не разбиралась но вообще-то шел красный террор так скажем в восемнадцатом году но в девятнадцатом тоже продолжался поэтому в принципе здесь надо отдать должное конечно Владимиру Ивановичу Ивановичу Данченко и Анатолию Васильевичу Муначарскому которые все-таки сдерживали порывы так сказать пролетарских таких деятелей художников театральных так сказать которые в общем считали что художественный театр должен быть закрыт закрыт ну а там уже с его актерами режиссерами там уже успели тем более что они всегда говорили так а кто играет то в Москве осталось вот несколько человек остальные вообще там на уровне любителей только что вот Константин Сергеевич Станиславский да вот сами так сказать чуть ли не контролюционеры потому что какие спектакли они играют а основная эта труппа как бы придала высокие интересы Красного Октября а он так сказать уже там по Европе гастролирует по буржуазной Европе вот и вот он и пишет что несмотря вот все-таки на помощь Советского предстота мы не могли обходиться получаемым в театре содержанием оно было явно недостаточно просто есть было нечего продавали какие-то вещи но руководство театра как-то еще что-то пыталось чтобы найти но чтобы хоть как-то сводить концы с концами необходим был заработок на стороне поэтому кругом что царило? халтура халтура стала законным общепризнанным и непобедимым злом для театра халтура выхватывая артистов из театра портила спектакли сорвала репетиции расшатывала дисциплину давала артистам противный дешевый успех враняя искусство его технику например артиста зовут на митинге представить какую-нибудь сценку даже не платят а дают скажем картошку салу шарапину за выступление перед массами давали мешок какой-то еды ну не всегда давали и конечно актер идет туда но кроме этого отмечает что Констант Сергеевич уже тогда это 19-е и 20-е годы опаснейший враг появился у театра кинематограф пользуясь материальными преимуществами кинематографические фирмы щедро оплачивали труд артистов и тем отвлекали их от работы в театре то что вот с чем боролся кстати Георгий Александрович Товстаногов ну а сейчас вообще режиссер театрально ему сложно потому что если актер говорит вы знаете я там занят в сериале то ну очень сложно удержать конечно сами понимаете там оплата идет ну и известность конечно большим злом для театра явилась и народившаяся без счета большим злом маленькие студии кружки школы театральные создалась мания преподавания это вот собственно вот сейчас тоже только вот стоит бывшему выпускнику театрального какого-то так сказать вуза закончил он тот же уже начинает так сказать обучать театральному искусству ну честно говоря просто пересказ идет того что его только что обучали ну как-то выживать надо каждый артист должен был непременно иметь свою собственную студию системы преподавания ну это вот просто по сегодняшние дни подлинно талантливые артисты не нуждались в этом так как подрабатывали концерты выступлениями и кинематограф но как раз мало талантливые бросили всех учить результаты понятны немало свежего молодого материала было испорчено изношенными штампами плохого ремесла привитыми к новым артистам из народа которые подобно бывшему крепостному щепкину могли бы внести новые струи в наше искусство но об этом хорошо бы сказала наша прекрасная актриса Лариса Урусова она очень негативная конечно опытная талантливая профессиональная практически актриса знающая вот эти все студии так называемые нет там есть конечно неплохие студии где можно сказать да винчи неплохая студия безусловно на петроградской стороне но есть и студии явно так сказать просто выкачивающие так сказать деньги из тех кто хочет хоть что-то приобщиться были еще другие весьма тяжелые условия существования нашего и других театров неизбежные во время таких народных потрясений как революция когда искусство снимается со своего предистала и когда ему ставится утилитарная цель ну конечно советское правительство безусловно как всякое идеологическое такое можно сказать монстр осуществляющий контроль над территорией над страной в условиях когда идет просто вооруженная борьба когда речь идет о жизни и смерти вот оно конечно требовало идеологического такого направления вот многие объявили старый театр отжившим лишним подлежащим беспощадному уничтожению здесь надо сказать что и очень крупные театральные художники тоже считали что к этому надо относиться более проеволюционному и беспощадно надо еще удивляться тому что при создавшихся условиях наши другие театры как-никак уцелели до настоящего времени имеется ввиду до середины двадцатых годов до тридцатых годов этим в большой мере обязаны двум лицам Луначарскому и Малиновской которые понимали что нельзя во имя обновления искусства уничтожать старую художественную культуру а надо усовершенствовать ее для выполнения новых и более сложных творческих заданий выдвигаемых годами таких катастрофических бествий как война эпоха революции когда искусство чтобы быть действенным должно говорить о большем а не о малом ну надо сказать что такие как бы достаточно малые строки но если мы представим вот этот вот девятнадцатый двадцатый год когда речь шла о том что необходима беспощадная классовая борьба а так сказать ее апологеты предлагали бороться не только на фронтах где ясно вооруженные противники классовые а оглянуться как бы что происходит в тылу и найти тех врагов которые в тылу ждут поражения красного октября но в том числе вот такие пролетарские настроенные художники требовали в том числе нанести удары по московскому художественному театру как я уже сказал одному из бастионов старого театра но слава богу все-таки прежде всего Луначарский сумел сумел убедить руководство ну прежде всего Владимира Ильича Ленина конечно в том что все-таки надо сохранить но здесь надо сказать что он получил поддержку и все-таки прислушиваясь к нему Малиновская не только оберегала художественные ценности порученные ее охране но проявила исключительную заботливость о самих артистах Елена Константиновна вот он первым пишет вот раз как телезвонитель певец Икс ходит дыряво в башмаках и рискует потерять голос а артист Игрек не имеет пайка и просто голодает бывало телефонировали мы ей и она садила свой допотопный Рыдван и ехала добывать башмаки разутому и паек голодным артистам вот ну вот такие две зарисовки о революции сегодня мы с вами прошли я думаю что ситуация в современном российском театре в связи вот и с карантином и с тем что безусловно и у нас надвигаются варианты так сказать различные революционные она будет интересной и мы в дальнейшем продолжим наш разговор по книге Константин Сергеевич Станиславского «Моя жизнь в искусстве» вот но на этом мы не заканчиваем наши встречи я надеюсь что мы их продолжим продолжим вот впереди год коровы впереди год коровы до свидания